У них заканчиваются деньги. Сегодня крупнейший банк мира сталкивается с немыслимой банковской паникой на фоне того, как его крупнейшие клиенты массово бегут в отделение за своими деньгами. Эта ситуация может привести к банкротству. И этот банк отчаянно пытается привлечь любое количество денег любой ценой. Об этом почему-то не говорит никто. Все криптоканалы и крупные СМИ занимаются проблемами Сильвергейт Банка, но не замечают, что на горизонте маячит вопрос гораздо важнее. Ведь в прошлый раз, когда это случилось, наступил финансовый кризис. Неужели это уже происходит сейчас? Неужели это повторяется прямо сегодня? Риск заключается в том, что глобальная финансовая система – это огромная банковская сеть. Крах крупнейшего банка в этой сети в любом случае станет систематическим риском для всей системы. В Соединенных Штатах Америки из-за политики ФРС США по сокращению балансов активов банки буквально тонут в наличных деньгах. Но в отличие от американских, остальные банки наоборот сталкиваются с большим дефицитом наличности. И наличность это у них заканчивается и заканчивается быстро. Ну а меня зовут Богатейший Ди, ты на канале, где мы каждый день, ну почти, рассматриваем все самые важные события из мира криптовалюты и экономики. Если ты найдешь в этом видео что-то интересное для себя, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Мне будет очень-очень приятно. Правда, это большая мотивация для меня работать дальше. Для начала, Credit Suisse – это крупнейший финансовый англомерат Швейцарии и мира. На его счету находятся активы почти на 900 миллиардов долларов. Это практически больше, чем вся капитализация всего криптовалютного рынка. Так что этот игрок очень и очень серьезный. А теперь к делу. Акции банка Credit Suisse падают. ADR – американские депозитарные расписки достигают нового минимума. Здесь ты можешь прочитать, что такое ADR. Чем ниже падают ADR, тем меньше инвесторов несут свои деньги в любую компанию или банк. В нашем случае это Credit Suisse Bank. Но настоящая проблема в том, что деньги утекают из этого банка. Акции банка недавно упали более чем на 6%. В этом году они потеряли 65% стоимости, а со своего исторического пика в 2007 году упали на 96%. Потенциальному восстановлению также мешают многомиллиардные судебные издержки. С 2020 года банк взял 5,3 миллиарда долларов, что привело к убыткам в 2021 и 2022 годах. И это еще одна проблема. 2023 год тоже открывается убытком. Пятый квартал подряд банк регистрирует убытки. При этом за последний квартал богатые клиенты вывели из него 100 миллиардов долларов. Что это говорит нам? Люди с большими деньгами, которые до этого держали свои большие деньги в этом банке под проценты, сказали. Знаете, похоже, Свисбанку светит большая неприятность и, возможно, развал. Пожалуй, я лучше выведу свои деньги. С точки зрения банка это большая проблема, ведь ему нужны депозиты, чтобы обеспечивать активы. Но если депозиты убегают, угадай, что случится с активами. Банку приходится их продавать. Для Свисбанка это еще хуже, потому что ему приходится продавать в убыток уже 5 кварталов подряд. Ситуация становится хуже и опаснее, чем крах какого-нибудь там Сильвергейтбанка, о котором говорят все остальные. Credit Suisse предлагает более высокие ставки для депозитов из Азии, пытаясь привлечь богатых инвесторов. Credit Suisse предлагает 6,5% на трехмесячные депозиты от 5 миллионов долларов и больше. Это был первоначальный ответ банка на проблемы. И что интересно, банк запретил всем своим сотрудникам обсуждать это решение с журналистами. Ведь если бы СМИ узнали настоящую причину этого решения, банковская паника вокруг Credit Suisse стала бы еще безумнее. Если банку приходится предлагать ставку выше конкурентов, знай, у него большие проблемы. Банк также предлагает 7% для годовых депозитов. Банковский сектор реагирует на глобальное повышение процентных ставок центральных банков более высокими ставками по депозитам. И Credit Suisse полностью сосредоточен на предоставлении нашим клиентам конкурентных решений, сказал представитель Credit Suisse. Интересное такое объяснение, не так ли? Ведь правда заключается в том, что нет ни одной причины банку предлагать ставки выше своих конкурентов на фоне повышения ставок ФРС США или других центральных банков. Мы понимаем из таких публичных объяснений, что банк Credit Suisse испытывает настоящие проблемы. В противном случае они бы установили такие же процентные ставки по депозитам, как и их конкуренты. И все было бы в порядке. Но крупные инвесторы покидают этот банк, потому что подозревают, что он находится на грани банкротства. Процентные ставки по депозитам, предлагаемые Credit Suisse, примерно на 100-200 базисных пунктов выше. Это, кстати, огромное количество денег, которые Credit Suisse предлагает богатым азиатским инвесторам просто за то, чтобы они принесли минимум 5 миллионов долларов, чем у основных конкурентов в регионе, таких как JP Morgan, UBS и Citigroup. Это вызывает озабоченность по поводу того, как бизнес может сохранить такой разрыв в финансировании без вреда для самого себя. Теперь мы и подходим к пониманию того, в насколько отчаянном положении находится Credit Suisse. Они даже не зарабатывают достаточно со своих активов, чтобы платить эти проценты за депозиты, которые они предлагают. Вопрос в том, что скажут клиенты. Скажут ли они, хм, я возьму на себя эти риски ради более высоких процентных ставок, чем у остальных банков. Это будет моя премия за риск. Или же они скажут, подождите-ка, если вы настолько отчаялись, что вам приходится предлагать процентную ставку по депозитам выше, чем вы зарабатываете, возможно, ваши дни в игре сочтены? Вот теперь ты и улавливаешь суть, почему СМИ об этом не говорят и почему акции этого банка находятся в коллапсе, почему богатые инвесторы вывели из него 100 миллиардов долларов. Ссылаясь на источники, агентство Reuters отмечает, что швейцарский банк предлагает годовую ставку 6,5% по новым трехмесячным депозитам в размере 5 миллионов долларов и выше и ставку до 7% по депозитам за один год. Это намного выше векселей с согласованным сроком погашения и предполагает за собой, что банк вынужден терпеть убытки. Надежда, конечно, заключается в том, что после того, как он привлечет достаточно новых клиентов, банк сможет спокойно снизить ставки и сделать новые депозиты прибыльными. Однако история показывает, что это не всегда работает. Это то, что называется New Money Rate, либо же новая денежная ставка. Если ты уже держал депозит в банке, они не придут к тебе и не скажут «Эй, если ты продолжишь держать свои деньги у нас, то мы повысим тебе ставку по депозитам, дадим эту премиальную ставку». Нет, такого не будет. Что они делают, это идут к клиентам, у которых еще нет депозитов в их банке и говорят «Если вы принесете нам денег, мы заплатим вам премиальную ставку». Это именно то, что и делает Credit Suisse сейчас. Знаешь, что случится дальше? Они отменят эту премиальную ставку, и эта процентная ставка по депозитам упадет даже ниже, чем у конкурентов. Так обычно и случается. Вопрос, останутся ли эти клиенты после этого? Оставят ли они свои деньги в банке Credit Suisse, или уйдут конкурентам, у которых ставка будет уже выше, хоть и оставалась стабильной все это время? Вот в чем соль. Забавно, что новые ставки по депозитам выше, чем кредитные ставки Credit Suisse в Азии. То есть банк отдает свои деньги в кредит за меньший процент, чем отдает за депозиты, которые ему приносят клиенты. Это вызывает опасения по поводу того, как бизнес может выдержать такой дефицит финансирования. Спойлер. Он не может. И как объяснялось выше, банк готов понести еще больше убытков в надежде привлечь достаточно липких денег, прежде чем эти деньги снова сбегут, как только премиальные ставки по депозитам будут снижены. Конечно, другой источник сказал, что предложения действительно до конца этого квартала и распространяются только на новые депозиты. Это именно то, о чем мы только что говорили. Банк готов понести еще больше убытков в надежде, что клиенты, привлеченные более высокими ставками, останутся после того, как премиальная ставка обвалится. Они называют это «липкие деньги». Это говорит нам о том, что банк пошел во банк и, возможно, станет первым со времен 2008 года крупнейшим банком, который рухнет. Это может привести к коллапсу финансовой системы и полной ее перестройке после этого коллапса. Генеральный директор банка Ульрих Кернер сказал, что банк пытается быть конкурентно способным, как и многие другие банки. Но мы не покупаем активы, как наши конкуренты, потому что это не слишком разумно в данной ситуации. Но скажите мне, пожалуйста, а как называется повышение ставок по депозитам с целью привлечь финансирование? Это и есть покупка активов, потому что покупка активов и по очень высокой цене, по цене выше, чем у конкурентов, на 100-200 базисных пунктов – это именно то, что Credit Suisse сейчас и делает. А теперь давай посмотрим на еще одну важную метрику. Это рынок кредитных дефолтных свопов CDS, который используется для страхования кредитных рисков для страховки от дефолта. Состояние этого рынка для Credit Suisse также показывает нам, что дни этого банка могут быть сочтены. Стоимость пятилетних страховок от дефолта резко растет, а акции падают. Стоимость CDS выросла до рекордных 347 базисных пунктов, а акции обвалились на 10%. Мы видим сценарий, похожий на Лемон Бразерс. В 2008 году, если стоимость пятилетних CDS растет, растет и вероятность дефолта Credit Suisse согласно рынку, причем растет значительно. Могу отметить только то, что если экономика продолжит замедляться, а инфляция растит, то ситуация только ухудшится. Очень вероятно, что мы увидим еще несколько банков, которые могут пойти по стопам Credit Suisse. И я думаю, что Credit Suisse является огромным риском для всей существующей финансовой системы. Это риск номер один на данный момент. Это первый крупнейший банк со времен финансового кризиса 2008 года, который практически готов повторить крах Лемон Бразерс. Коллапс Лемон Бразерс шокировал весь мир. Неужели этот шок снова повторяется сейчас? Ну а меня зовут Богатейший Ди, если видео было интересным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает моим видеороликам показываться в алгоритме Ютуба. А мне находить мотивацию для создания нового контента. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok